Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осидрова. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Ниссан Альмера от автосалона Ниссан компании Эксавто, что наспешило выступить в Камской долине. О том, что в районе торгового центра Лента на улице Подлесной появился новый пешеходный переход, мы узнали от Марата Галимова. Он же прислал нам фотографию, на которой видно, как все это выглядит. В общем, полоски нарисовали, знаки поставили, а уж пешеходные дорожки на газонах народ себе сам проложит. Забавную осеннюю зарисовку прислала нам Анна Сатонина. Царевна-легушка называется. Ну, вы поняли, царевна – это Анна, а лягушка – пень. Такая небольшая неприметная улица, Висимская. А сколько на ней проблем. На обочине огромная свалка. Здесь и земля, и спиленные ветки, и бытовые отходы. А рядом сразу два провала дорожного полотна. Когда-то этот участок пытались обозначить как опасный, но сейчас сигнальные ленты сбились в кучу, ветки провалились в ямы. В общем, коммунальные проблемы на Висимской представлены, что называется, комплексно. Поздравление площадью в несколько квадратных метров. Именно такое яркое, красочное появилось недавно под окнами 60-го дома по улице Юрша. Мы так понимаем, здесь девушка, которой адресовано это послание, и живет. Теперь вот просыпается, наверное, каждый день, смотрит в окно и радуется. За себя, любимую. Лето у нас нынче выдалось, как в том анекдоте. Неплохое, малоснежное. Осень тоже с самого начала как-то не задалась. Между тем, вспоминая прошлые годы, мы понимаем, что погода в Перми действительно стоит какая-то аномальная. К примеру, то же самое время. Вторая половина сентября прошлого года. Не жара, конечно, на улице, но солнечно, тепло и сухо. Только на улицах нашего города можно встретить бетонную опору. В виде такого вот симпатичного бобра, который своими лапками поддерживает цветовую опору. И не один поддерживает, а со своим таким же миловидным товарищем. А теперь предлагаем вернуться в год позапрошлый, 2012-й. Также тепло, солнечно и сухо. Даже в конце октября. А вот следующий кадр дня неожиданно подкрался к нам, пока мы показывали вам фотографию. Козы. Самые настоящие козы. Которые погуляли немного по саду Свердлова и отправились пастись на ближайший газон. От погоды мы уже ничего хорошего не ждем. Зато ждем от вас разных сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Потеплее одевайтесь и не расстраивайтесь по пустякам. В общем, берегите себя. Удачи и до скорой встречи.